Досточкины Сергея Андреевич, возлюбленная о Господе Матушка Экуминя Вера и отцы, братья и сестры. Сегодня в рамках международных и осадовских чтений, которые входят в международные рождественские чтения, проходящие под девизом традиции, инновации, культура, общество, личность, мы открываем традиционно перед праздником святителя Иосафра, перед днём его памяти, наше чтение, которое призвано дать оценку нашему сегодняшнему состоянию и наметить некий план действий на будущий год. Так уж получилось, что наше чтение – это некий камертон для Белгородской митрополии, который задаёт тон, даёт возможность нам всем обменяться мнениями, посмотреть, что сделано, что ещё предстоит сделать, дать оценку происходящим событиям. И само название международных рождественских чтений, традиций, инноваций, культура, общество и личность призывает нас к тому, чтобы мы задумались над евангельскими словами, когда Господь говорит «Вы соль земли». Вот почему христиане соль земли? Потому что соль, во-первых, сберегает от кления, от порчи, соль всё очищает, и вот старшее поколение помнит, как если утюг пригорел, так мы, так сказать, брали соль и просто его очищали, и другого средства не было. Соль очищает и от жарчины, тоже. И соль всему придаёт вкус. Вот так же и мы должны с вами сохранить всё лучшее, что оставлено нам святителями и подвижниками благочестия нашей русской православной церкви. Так же и мы должны очистить наше сегодняшнее мировоззрение от ржачины, от всего того, что не несёт спасительного духовного начала и дать своё христианское измерение происходящим собой. Я бы хотел, Владыка, вас сердечно поблагодарить за ваше выступление. Оно всегда бывает ярким, конструктивным и очень интересным. Это, по сути дела, некое нам назидание всем для того, как мы должны осуществлять свои деятельности в более предстоящем 2016 году. Хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в Язамске в чтениях и хотел бы сказать, Владыка, что в преддверии наших центральных чтений традиционных на Белгородчине в Губкинской парке также прошли чтения. И основная площадка для обсуждений был выбран город Губкин, где педагоги, священнослужители пообщались, рассмотрели опыт преподавания и какие-то проблемы подняли по предмету православной культуры. Далее были открыты площадки в разных территориальных местах. Это и город строителей, мы поговорили о нашей молодежи. В поселке Тамаровка мы обсудили взаимодействие русской православной церкви и казачества. Вопросы о социальной деятельности, царобойничестве церкви и государства в социальных вопросах также обсудили в городе Губкин. И одна из секций была посвящена взаимодействию правоохранительных органов и духовенства в нашей епархии в поселке Борисовка. Я думаю, владыка, что те наработки, те идеи, а самое главное, наверное, пути решения каких-то вопросов, целей, задач, которые мы обсуждали у себя на наших небольших таких творческих площадках, в этих чтениях привезут какую-то лепту нам в деле наше созидание, в нашей работе. Благодарю на это и всем желаю участникам Божьей помощи. Сергей Андреевич, все участники развития чтений и преподавательских составов. Я благодарю вас, Владыку, что вы пригласили на столь значимое в жизни церкви общества и души человека мероприятия. Здесь поднимаются очень важные вопросы, такие как традиция и новации. Всем известно, что без традиции невозможна передача опыта в пользу старшему поколению и более молодому. А новации – это требование времени, потому что время способны менять менталитет и традиции. И народы, и государства. И, конечно же, в свете таких вопросов очень важно понимать, что душа человеческая, она, по сути, своей христианкой. Поэтому вопросы культуры, образования и традиций, они могут быть отобраны от веры в Бог Христа. По Балуевской и Алексеевской епархии мы с Божьей помощью проводили в Хлорде, Алексеевской, чтении и там-то.